Впервые в нашем эфире мой добрый друг и дальний родственник Владимир Ильич Долгановский, финансовый аналитик, вообще человек, который практически всю свою жизнь посвятил работе на финансовых рынках и уж совершенно точно знает, как устроены банки, что такое все эти финансовые рынки в нашей стране, имею в виду, и вообще где все-таки эти барабаны Страдивари продают. Тут есть такой анекдот о том, что для лохов Страдивари делал скрипки, а для реальных пацанов делал барабаны. И вот сейчас мы узнаем. Дело в том, что с появлением каждого нового финансового инструмента, неважно, называется он деривативами, да в конце концов, и акций тоже когда-то не было никаких. А вот сейчас пошла вход криптовалюта, и чувствуешь, что это все может в любой момент, ну я так чувствую, что это может в любой момент рухнуть, и не очень понятно. Ну я подозрительный человек, если у тебя там есть сто лишних рублей на игру в казино, сходил, на рулетку поставил, выиграл, ушел, проиграл, ушел. А если выиграл и опять, опять, опять ты же сейчас еще выиграешь, то тогда точно продуешься в чистую, это я точно знаю. Я сейчас услышал о криптовалюте, Володь. Что это? Потому что, ну опять, барабаны гремят, толпа народу жаждет обогатиться мгновенно. То есть впечатление такое, что Иван Дурак на печке едет, щука из проруби гикает, что там такое криптовалюта, биткоин, блокчейн, еще какие-то вещи. Как-то процесс этот называется, я сейчас не придуриваюсь, я действительно примерно настолько финансово грамотен. Майнинг он называется. Майнинг, вот, и поскольку я... Добыча, добыча. А я же не верю во все это, и поэтому майнинг я понимаю. Копаешь уголь, вот, ломатый эскаватором, понятно, копаешь золотую руду или алмазы в Якутии. За 9 лет до этого, кстати говоря, Иван Ефремов-то предсказал, что в Якутии будут алмазы. Все отлично. А здесь непонятное что-то очень напоминает огромную игру. Ну, не знаю, там вот деньги, которые... А деньги ли это? Ну, у меня была монополия. Я ее сам даже разрисовывал. Там были денежки такие. Мы покупали там Уолл-стрит, можно было купить. Или Одессу, покупаешь Дерибасовскую, отлично. Монополия, я понимаю, деньги в игре. Но если вы договорились, это могут быть и реальными деньгами, эти бумажки. Как договоришь? Это еще так называемые квази-деньги. Ну да, из четырех человек мы договорились. В монополии, в игре они тоже деньги. Да-да-да, в монополии, в игре. А здесь-то жизнь. Что это все такое? Ну, Жень, я чуть-чуть поправлю тебя, что, слава богу, уже где-то активно с 7-го года, наверное, управлением портфелями ценных бумаг не занимаюсь. Потому что активную жизнь в банковском секторе примерно закончил в это время. Потом, правда, опять некоторое время работал в банке, но уже занимался не банковскими активами. А тебе не кажется, что банки сдыхают как сектор очень стремительно? И наш Центробанк рубит их немножко в капусту. Ну, к сожалению, банковский бизнес в последнее время превратился в очень простую схему, когда, имея какой-то небольшой начальный капитал, у тебя есть возможность напылесосить огромное количество средств, а вложить их куда ты считаешь нужным. И в связи с этим, безусловно, качество работы непосредственно банков, оно сильно стало хуже, а число их... Хлопывается. Заскалило. Вот, учитывая... Как их же сейчас вырубают? Ну, я имею в виду, почему причина эта пошла. Их гораздо больше, низ гораздо меньше, средств надо гораздо больше. Как таковой банковский бизнес прокормить себя ему очень тяжело. Мало доходен? Мало доходен, плюс ко всему с учетом того, что куча регуляторов введена в огромные службы на отчетности, всю связанную. С подозрительными операциями, так называемыми, антимони лондринг, отслеживать. Ну, тоже контроль финансового мониторинга и так далее. Банкам сейчас функции эти... Они наделяют с этими функциями, которые раньше другие органы наделялись. Вот, поэтому понятно, что важная тема это комиссионного бизнеса. Ну, и они стараются зарабатывать, конечно, на том, что там идут в какие-то непрофильные активы, не в банковскую деятельность. Там не всегда. Что ж, может, поэтому так криптовалюта взорвалась? Или это не имеет отношения? Я думаю, что криптовалюта это несколько другое. Ну, опять-таки, я сейчас, как вот имею большой опыт, потому что в банках проработал там больше 12 лет, получается. И там снизу начинал простым специалистом, а заканчивал там на топовых должностях. Потом все-таки уже пошел в реальный сектор. Там тоже свои вещи вижу. Там на должностях там уже замов по экономике, различных предприятий или финансовых директоров. Но понимание того, что происходит и как работает фондовый рынок, оно, естественно, есть. Сейчас, опять-таки, подробно, слава богу, не слежу. Это отдельный разговор. Ты про криптовалюту мне скажи. Да. Криптовалюта – это один из видовложений. Корнеевскому вкладывать в нее или нет? Сейчас уйдем из студии. Люди всегда имеют какие-то количество средств какое-то. У всех оно разное, свободных, которые они там накопили. И всегда стоит вопрос, куда эти деньги вложить. То есть, наукообразно, какие инвестиции сделать. Что в рекомендации, когда люди обращаются, там, опять-таки, не будем говорить о критериях, когда... Особенно, когда это бесплатно просят дать рекомендации, да? Ну, есть хорошие друзья, знакомые. Вот в данном случае вы спрашиваете. Я могу говорить только о том, о чем знаю. И о своем опыте, и о своем понимании тех законов, которые я очень хорошо знаю. Для зате мы позвали. Значит, вложений видов много. Я бы хотел сказать, что в длину, если брать частного инвестора, обывателя, выиграет всяк тот, который... Более консервативен. Он должен ставить себе задачу не заработать деньги, а сохранить. Он должен ставить себе задачу сохранить. Только это позволяет не потерять действительно деньги. И, может быть, выиграть. И поэтому вот американские ценные бумаги так хорошо. Потому что люди могут за месяц что-то срубить, но это очень сильно затягивает, и потом теряют гораздо больше, чем выигрывает. Лотерея, казино? Не совсем лотерея, казино. Есть много всяких инструментов. Криптовалют. Никто не знает, что это такое, на самом деле, кроме ограниченного круга специалистов, я думаю, в области IT. Поэтому я не являюсь таким специалистом. И рассуждать о будущих, о перспективах, ну, с моей стороны, будет некорректно. Почему одного оценивали? Криторий, мне... Я могу оценить только факты, Жень. Вот и оцени. Вот мы находимся здесь и сейчас. Что происходило за почти 10 лет с этим инструментом, когда его там первый биткоин сгенерили там в 2008 году, а в 2009, там, первый раз, там, за 10 тысяч биткоинов купили пиццу за 25 долларов. То есть, первая оценка его сотой доли доллара, ну, то есть, центы, условно говоря. Вот сделали этот биткоин. Сколько он сейчас? 9 тысяч? Если... Сейчас он 10, если ничего не произошло. 10 чего? Пока мы... 10 тысяч долларов. За одну... Слушай, какая дорогая пицца. А сейчас я вам скажу. 9,430 он сейчас. А, ну, вот я, когда готовился к нашей встрече, там, смотрел катеровку текущей, она была 10, пока ехал сюда, она была 10,600. Но я заметил, что от биржи к бирже это очень сильно разнится. От 12 до 9 сейчас. То есть, эта штука еще и бешено прыгает. Да, это называется волатильность. То есть, скорость при умножении или потере актива. Она бешеная. Она зашкаливает. А как это с ней работает? Она, в принципе, ее можно сравнить только с какими-то экзотическими инструментами срочного рынка, так называемого. Ну, типа опциона на погоду. Либо зимбабвийский доллар. И то, наверное, он более устойчивый. Даже на погоду есть прогнозы гидроминцентра, чтобы какой-то анализ можно было производить и играть. А тут вообще? Ну, давайте, смотрите. В 2009 году центы стоят. До 2011 года, в принципе, там, ну, где-то там до доллара. Хотя тоже там нехилый рост. Создавался как что? Как альтернативное платежное средство. Кто пользовался в основном и сразу начал пользоваться? Наркокурьеры. Незаконные виды деятельности. Да, всякие такие деятельности. Финансирование незаконных видов деятельности. Уже радует. Терроризм, наркотики. Заказные убийства. Незаконный оборот оружия, человеческие органы. А что-то это Греф про это говорит? Он собирается переходить от Замбербанка. Он говорит про блокчейн, Греф говорит. Это технология, а не конкретная. Да, это технология. Про нее тоже можем поговорить. Ну, вопрос нужно разделить на три части, на самом деле. Вот первое, это сама игра с криптовалютами, то есть вложение в покупку, продажу. Вложение в майнинг, в производство этой криптовалюты. И что из себя представляет вот этот зверь? Блокчейн. Вот это вот будущее, технология, вот эта независимая, нецентрализованная система, состоящая из цепочки блоков. Блокчейн, наверное, название цепочка блоков, которая как раз является хранением и отражением транзакций там по любым, то есть хранение данных по любым ценностям, которые, в принципе, там могут быть. Какое-то имеет отношение к реальному финансовому рынку. Здесь доллары, фунты, рубли, иены, что угодно. Но это есть некий вот символ, ну хорошо, завтра я улечу на Марс и встречу там местных рыночных торговцев. И предположим, или куда-то в другую галактику. И предположим, мы можем объясниться с этими склизкими зеленощупальцевыми марсианами или кем угодно другим о том, что вот у нас есть такая понимаемая и мной, и и ими форма обмена. Ладно, понимаю, здесь сижу на земле. Кокос на тунца, понимаю, доллар на фунт, понимаю. А здесь идея такая, мир без посредников. То есть, условно говоря, в будущем, вот в этом, в каком, правда, я не знаю, ненужные будут ни банки, ни нотариусы, ни регуляторы. Ну только Центробанк России. То есть, условно говоря, благодаря тому, что есть независимая система, где нельзя убить информацию, ты можешь обменяться денежными средствами, ценностями, документами. Как я ей могу обвиняться? Нет, это пока про систему говорим. То есть, мы, давай тогда начнем с криптовалюты самой. Вот она с доллара, которая там в одиннадцатом году вдруг шагнула до ста, там почти, до девяносто. Нехилая тоже доходность. Что стоимость одной единицы? Сто долларов, да. Ну, мы их, криптовалюты, их уже больше тысячи нагенерили разных видов. Через, так называемое, первичное размещение, ICO, так называемое. То есть, кто хочет, тот и гуляет. Да, генерят, привлекают деньги через ICO, ну, все в электронном виде. Просто рассуждать об этих видах, я не изучал их, честно говоря, много, потому что средняя продолжительность жизни такова, что они как появляются, так и исчезают. И сами участники рынка говорят о том, что где-то девяносто процентов этих размещений не имеет никакого будущего. А крупные есть? Кто из них постоянен? Ну, биткоин нам известен, эфириум. Ну, об этом думать, о биткоине давайте говорить. Потому что вот он существует, и это только специалисты уже там могут о преимуществах тех или иных, об их потенциале к какому-то росту говорить. Превратить его в реальные деньги ты можешь? Могу, конечно, безусловно. Но давайте сначала все-таки, превратить реальные деньги можно. Только целевая аудитория биткоина, она как 10 лет тому назад была, вот эти самые ребята, которые вели всякие незаконные виды деятельности, так и сейчас ничего не изменило за 10 лет. Чем платят за 400 килограмм токаинов в аргентинских посольствах? Если тебя интересуют какие-то черные теневые переводы куда-либо, и распад за что-то, это, в принципе, инструмент, который тебя может интересовать. Подожди, если ты бандит на торговле, тебе в конце туннеля нужны реальные деньги. Ты можешь обменять. Все-таки можешь обменять. Сейчас очень уже мощная инфраструктура этого обмена. Ну, сейчас, я не знаю, может быть, это пиар-инструмент, но появляется разовое сообщение там, что кто-то там готов автомобиль продать за биткоин, кто-то квартиру готов. Ну, об этом серьезно говорить не приходится, в реальном обороте мы их не видим. А котировки, еще раз, до 16-го года, как ни крути, там вот с 11-го, от 100 долларов до 16-го поднялась там до тысячи долларов за штуку, до конца 16-го, до декабря. Тоже очень неплохо. У вас было что-то? За 5 лет, то есть там в 10 раз, я не беру всякие там боковые тренды. А если говорить о 9-м годе, то и 100 раз? А если говорить о 9-м годе, то и 100 раз? Хорошо. То есть доходность даже там с 11-го года до 16-го, мы понимаем со 100 до 1000, ну, порядка 200-годовых, очень неплохо, уже, чтобы задуматься, а что это такое-то, почему так растет? То есть у вас была некоторая ничего не стоящая хрень, а теперь у вас 200 или 500 или 1000 ничего не стоящих хреней, а давайте подумаем, что они стоят. Ну, примерно так? Нет, не примерно так, совершенно не так. Вы можете обменять эти деньги на миллионы долларов, и многие так и делают. А появляется инструмент в условиях кризисов, в условиях отсутствия легкого зарабатывания денег сейчас, как в реальном секторе рентабельности производства очень сильно упали, вклады по банкам, рынки ценных бумаг совсем не дают тех доходностей, к которым привыкли раньше. А банки работают с этой криптовалютой, и вы действительно можете обменять их на миллионы долларов? В России вообще это нигде невозможно сделать, у нас в России нет никакого регулирования, ни на каких биржах российских. А где-то есть? Восточные биржи, восточные арабские биржи, да. И вы можете обменять там вот этот мешок бинткоинов на реальные миллионы долларов? Да я вот сейчас могу, у меня есть приложение, я могу сейчас через телефон, я этим занимался, пожалуйста. Ну, дай сейчас всю эту валюту процените. Я хотел бы, чтобы регулирующие органы засекли это заявление Корнеевского, как явку спаминной, добровольную, он честно сказал, что не получил доход. Не получил доходом, потому что это нельзя получить доходы. А то к нам в эфир придут вас брать, а это будет, видимо, звездным часом, конечно, вести эфир. Но мы поставим побольше камер. Пока регулирования нет, налогообложения тоже не прописаны, поэтому можно все рассказывать. Хорошо, в России этого нет, регулирования нет. А вопрос тогда, если ты не являешься, ну, игроком, компьютерщиком, наркокурьером и наркоторговцем, если ты обычный человек, тебе это зачем, чтобы получить доход? Работать деньги хочется. Человек устроен так, Жень, что-то выросло в 10 раз. Быстро выросло. Как мы говорим, сотни годовых. Мухомор. Вырос в 10 раз, здесь мухомор. Начинается сарафанное радио, потом начинается дикая пиар-поддержка, на мой взгляд, того, что это будущее наше. Человек начинает вот куда надо вкладывать деньги, чтобы зарабатывать. Куча людей, которые ему расскажут о том, что за этим будущее, и что это только будет расти. Я ничего не знаю, я оцениваю факты, еще раз. 17-й год, начало года, 1000 долларов. Конец 800. Июня, июнь 2,5 тысячи, сентябрь 5 тысяч, декабрь 20 тысяч. В 20 раз рос актива за год. Актива, но что это? Вот теперь давайте разберемся, а почему он так вырос. Начинаем смотреть только факты. Значит, создавалось как платежное средство, альтернативное платежное средство. Что-то качественное произошло, какой-то прорыв в его применении произошел. Все принимают биткоины за все. Да нет. Ничего не произошло. То есть фиксируем. Никаких качественных прорывов за 10 лет не произошло. Как используется в определенных областях деятельности, так и используется. Зафиксировали. Я как профессионал расширяю. Я вот ничего не знаю про биткоин и как его генерят, как вот мы говорим, биткоин, что это такое. Только, так сказать, его поведение. Первый факт зафиксировали. Ничего не произошло. Вырос в 20 раз фактически за год. Да, но он в феврале-то на самом деле уже свалился в начале февраля уже ниже 7. Потом отскочил выше 11. Сейчас вот, как мы говорим, 10 там или сколько там. То есть прыгает как блоха. Факт второй. По оценкам JP Morgan за все время с начала его создания, то есть с 2009 года, когда начали котировать, в биткоины и в эфириум, это еще одна популярная валюта. Которую создал русский выходец из России. Вот это вот, Сергей, даже я не знаю. Да, Виталий Бутерин, он выходец из России. Ну, я думаю, что все айтишники, они в итоге ловят. В итоге, да. Горди выходцы из России. По крайней мере, многие, да. Вложено все в эту вещь инвестиций порядка 10 миллиардов долларов. Капитализация рынка сейчас 400 миллиардов долларов. То есть капитализация выше инвестиций, больше инвестиций в 40 раз. Я, как профессионал, делаю вторую оценку. Завышенная капитализация. Рассуждаем, да, что мы видим. Порядка 50% всех держателей рынка сосредоточены практически в руках ограниченной группы людей. 50% это не больше 100 человек. То есть вот эти 400 миллиардов, 200 миллиардов, это вот люди, которые могут решить и договориться, давайте выходим из этого дела. И полный обвал тогда. Обвал полный. Все, конечно. Это просто, конечно. Это решат зафиксироваться. Да. То есть дифферсификация владения вот этим всем, ее практически никакой. То есть все остальное, это вот игроки. 50% в одних руках небольших. Волокийность, о чем мы говорили, в день. Котировка скачет по 25%, может. Потому что туда-сюда. Чистое казино. Ну, значит, мы сейчас вот перечислили, понимаем, что кроме пиара и роста себестоимости добычи, об этом чуть попозже, ничего не происходит. Как профессионал, выводы какие? Если у тебя есть какая-то сумма денег, и ты по натуре игрок, и тебе там доставляет удовольствие, когда у тебя там адреналин. Адреналин просто гуляет под тебе. Ну, потрать сколько тебе не жалко. Проиграть. Вот это вот только можно советовать. Но именно с таким с тобой мыслью проиграть. Человек, который идет, он должен быть человеком, который легко расстается с деньгами, ну, с той суммой, которой не жалко. И, соответственно, он должен понимать, что он идет туда с очень большой вероятностью вот эти все деньги, которые он туда вложит, проиграть. Вот приезжаем в казино. У нас реклама, да, сейчас? Или что там? Новости? Не-не-не, все хорошо. Пока. Приезжаем в Америку, едем, да, из Нью-Йорка с родными. В Атлантик-Сити. В Атлантик-Сити. Вот, выдаю жене 20 долларов с обязательством принести мне обратно 50. По науке это называется лимит вложения 20 долларов с плановым финансовым результатом 30 долларов. Иду себе, меняю не больше 50 долларов любимому, зная, что рука у меня не счастливая, и больше проигрывать нельзя. Опять-таки, то есть, Сибирь лимит вложение 50 долларов при отсутствии финансового результата, никаких требований. За 10 минут, да, не иду, конечно, ни в какой блок-джет, покер. Я приехал развлекаться. Я не хочу, чтобы у меня голова работала, там, условно говоря, и чтобы я там сидел, считал какие-то карты, какие могут выпасть, чтобы играть. Это отдельная тема. Рулетка. Рулетка, ну, автомат мне нравится. На кнопку нажал быстренько, там, что-то там вишенки выскочили, или там клубнички, или... Ну, у меня рука не счастливая, я за 10 минут, причём шаг там пациентам неинтересен, потому что я 2 часа буду сидеть, вот, нажимать, и ничего не будет выскакивать. Я с шагом минимум доллар, быстренько это всё проигрываю за 10 минут. Получаешь удовлетворение. Не получаю, это же неинтересно нажимать на кнопку. Я получаю удовольствие, я иду к автомату, где стоит моя любимая супруга, вокруг неё уже собрались все родственники, и она там, у неё вот там как раз вот эти вишенки, звуки какие-то на автомате, сыпятся жетоны. Вот это действительно там заводит, и ты получаешь это удовольствие. Но так как она законом управления портфелями не следует, соответственно, там так называемый take profit, бери прибыль всегда, которую выиграешь, поэтому она как выигрывает до 100 долларов, так и остаётся со своими там 20-30, к концу мы получили удовольствие, пограли, ушли. А вот на это мы сейчас переходим в новости. Алексей Анисахарова уже в студии, а потом вернёмся. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Евгений Анатольевич, вот я слушаю тебя эти полчаса, но ты не произвел у меня безумного желания немедленно броситься нырнуть в моря биткоина и, может, я прагматичный, может, я тупой. Поэтому у вас и деньги есть, Евгений Анатольевич. Но я не понимаю такого азарта, как бог свят. В ту секунду, как ты мне сейчас говоришь, оно поднимается или опускается, и дальше вот та волатильность. Этим владеют вот столько людей, и я понимаю. Ну, я понимаю, там с Магелланом за перцем каким-нибудь на южные моря поплыть. Вернулся, конечно, один корабль из всей экспедиции и без Магеллана, но, по крайней мере, заработали. Понимаю риск. Здесь вообще не понимаю, где заработок. А если заработком считать, ну, не знаю, мораль, попранную от которой адреналин, то действительно в казино же проще. Ну, съездил в Вегас, там девушки танцуют. А здесь чего? Там ты получаешь другие удовольствия. Это сопровождение всех других удовольствий, твоего отдыха. А здесь где удовольствие? Вот это как раз мы пришли к теме, когда люди приходят и спрашивают, во что вложиться. Ну, инструментов-то их достаточно много. В разные моменты действительно интересно. Я же могу так ответить, куда им вложить свои деньги, свернув их в трубочку, что даже эфир не пропустят. Но это как бы не рецепт. Инструментов всегда много. И в разные моменты какие-то интересные, какие-то менее интересные. Я сейчас не говорю о том, кто больше вырастет. А по многим критериям оцениваются разные вложения. Но когда ко мне приходят люди, мы сейчас говорим о частных инвесторах, потому что рекомендации бизнес-структурам, это отдельная тема, скучная, нудная. Мы, наверное, не для этой передачи. А прежде чем что-то советовать, я всегда пытаюсь задать кучу вопросов, чтобы понять, кто передо мной стоит. Мне важен психотип человека. Бабушка. Психотип человека. Он разный. И у бабушки, и не у бабушки. Мне важно его знание. Мне не по теме, а вообще его знание. Мне важны его финансовые возможности. Кому-то комфортно вкладываться в инструменты, которые предполагают риск. Он получает это удовольствие. Адреналин купил. Ну вот в частности, вот криптовалюта. Вот сейчас это, в принципе, можно же выиграть. А кроме адреналина? Даже за минуту можно на этом спреде. Кроме адреналина люди могут туда вложиться, которые не получают это удовольствие, которые будут за сердце схвататься, что завтра это будет стоить на 100 долларов дешевле. Потому что он вложил свои тысячу долларов, а теперь это стоит 900 долларов. Там система дешевле такая, что можно не полностью биткоин покупать, а его часть. Еще раз. Мне очень важно. Даже в нормальные инструменты, когда ты вкладываешь, ты вынужден становиться в акции, облигации. Ты становишься человеком, который следит за котировками. Тебе это надо или нет? Ты жил свою жизнью. Вдруг ты должен залезать туда и начинать следить. А чего оно стоит и так далее. Вовремя выйти или не выйти. Да, выйти, не выйти. Зафиксировать прибыль. Зафиксировать прибыль. Убыток зафиксировать, чтобы потом разбавиться, выложиться где-то ниже. Я всегда говорю, что инвестиции для частного инвестора должны быть, в первую очередь, комфортные. Они не должны отражаться на его образе жизни. Не менять его качество жизни. И не приводить ни в коем случае никаким зависимости и депрессии. Поэтому кто-то выбирает самые комфортные виды инвестиций. Банковские вклады. Облигации. Такого-то числа у тебя упадет вот такая-то сумма процентов. Выбери нормальный банк только. Соответственно, все. Ну, понимаешь, что чудесно бывает. Облигации. Никаких проблем вообще. Вот такого числа выплата купона. Вот столько-то. Вот тогда погашение. Выбери правильный имитент с точки зрения надежности. Тебя не интересуют никакие переоценки, рынок и так далее. Тебя интересует до погашения ты это все дело взял. Ну, там уже чуть-чуть консультации с точки зрения особенности налогообложения. Потому что не всегда люди там, они видят ставку больше и не понимают разницы с вкладами и так далее и тому подобное. Но, в принципе, есть еще возможность продать. И так далее, и так далее, и так далее. Упало. Ну, и бог с ним. Меня интересует, соответственно, купон, который мне вот там раз в квартал или раз в полгода упадет. Кому-то интересны акции. Причем облигации разные. Опять кто-то хочет там играть. Поэтому кто-то вкладывается в недвижимость. Кто-то вкладывается в ценности. Кто-то вкладывается в золото. Кто-то вкладывается в криптовалюты. Опять-таки, цели разные. Кто-то хочет заработать денег. И, в принципе, возможность заработать очень велика. Вот сейчас мы говорим о том, что он стоит 9,5. Он стоил 10. Когда я вот смотрел котировку. Вот уже 10,700. Уже 10,700. Вот ты заработал. Три минуты. Всю свою жизнь я вкладываюсь только в собственный бизнес. Как ты знаешь. И он растет, живет. И все, что мы заработаем, в него и вкладываем. Вложение правильно. В бизнес-проекты. Как правило, либо там, где ты работаешь, ты вкладываешь в предприятие. Либо в бизнес-проекты друзей и знакомых ты вкладываешь. Это еще один вложение. Поэтому сейчас я могу говорить только как профессионал с точки зрения рисков вложения и обоснованности котировок на сегодняшний момент. А тебе не кажется, что для криптовалют они какие-то безумные? А мы сейчас перечислили факторы. В 40 раз превышает инвестиции капитализация рынка. Никаких прорывов за 10 лет практически не бросло. Пока только разговор о том, что это наше будущее, будущее и будущее. По факту этого будущего нет. Волатильность, как мы говорили, не успеешь зафиксировать убыток, когда по 25%. Ты не можешь работать, что я 5% проиграю и уйду. Нет, ты проиграешь уже свои 25%. А если еще чуть-чуть задумаешься, то проиграешь 50%. И если ты психанул и вышел оттуда, а завтра он стоит в 2 раза больше, тебя не выдержали нервы, тебе от этого не холодно, не горячо. Значит, еще раз возвращаемся. Если говорить профессионально и грамотно, вложить можно только ту сумму, которую тебе не жалко проиграть. Вот как профессионал, есть какие-то моменты, когда есть какая-то очень рисковая ценная бумага, которая либо в предбанкромном состоянии будет, либо ее спасут. И ты знаешь, что она стоит сейчас в 10 раз меньше, чем она будет стоить, если ее спасут. Или она не будет стоить ничего, если ее не спасут. Особенно хорошо, когда ты знаешь, что ее спасут. Ну, об этом знают ограниченные все. Я об этом не знаю. Я оцениваю всегда, что вот такая бумага есть, я вложу туда свою тысячу долларов. Ну, ничего страшного. Я могу заработать 10 тысяч долларов или потерять тысячу долларов. Вот я иду, осознанно я эту тысячу долларов вкладываю, зная, что это завтра может быть нулем, и я осознанно туда иду. Я не буду переживать, мне не жалко проиграть тысячу долларов, то есть для меня, для кого-то 100 долларов жалко. Ну, ты знаешь, это точно не для бюджетника тогда, криптовалюта, не для учителей. Для каждого человека, я сейчас говорю, его финансовые возможности. Да можно хоть на 100 рублей. Для кого-то 100 долларов это серьезная потеря, он будет переживать. Если он будет переживать за потери 100 долларов, не вкладывай в это 100 долларов. Значит, вкладывай 10. Вкладывай 10. Абсолютно верно. Или не вкладывай ничего. Вкладывай столько, сколько не жалко проиграть. Ну, если зудит вложить, то вложи сколько надо. Да, если ты вкладываешь в расчете. А сейчас все равно погода. Давайте после нее. Знакомый реальный долларовый миллиардер Володя Гусинский рассказывал, как в МММ у него мама, мир ее памяти, вложилась, потому что ну как же, все же вкладываются. И вот она поехала сдавать эти деньги в светлой надежде. Володя человек был вполне реалистичным мыслящим. Он посчитал, сколько стоит охрана, машина, вот этот лимузин, возить ее на Нагатинскую. Мама сказала мертвую, логичную вещь. Тебе для мамы жалко, я пойду на Медрог поеду туда. Все, о чем речь. Понятно, если для мамы не жалко, ну да. Так что, ну у нас идет последние несколько, 7 минут нашего эфира, как есть. Ну, время пролетает незаметно, поэтому все-таки быстренько. Рыночные риски мы, в принципе, обсудили. Поэтому каждый принимает для себя решение вот с открытыми глазами. Не забывать над про юридические риски, если все-таки принял решение туда идти. Криминальные риски. То есть система торговли настолько непрозрачна. В основном она идет на азиатских биржах, в России нигде не торгуется, и в других странах тоже. Ты еще сказал, какие-то 5 миллиардов кто-то схлопнул у соседа. Ну, сегодня новость, что инкриминируется одному из сооснователей биткоина воровство на сумму 5 миллиардов. Долларов. Долларов, да, конечно. У другого. У другого. Сосновательный умер, подделал подписи и перевернул. Это сейчас самый риский. Система, никакого документа оборота нет, и не подпишут никаких контрактов. Торговля на каких-то азиатских биржах. Которые по фактически биржами не являются. Частный инвестор не зайдет через биржу напрямую, он заходит через систему нелицензированных посредников. Нелицензированных посредников. Пока действие никак не регулируется. Пока. Все только в процессе. То есть, есть электронные посредники, где ты там через кошельки всякие завел куда-то деньги, и тебе там в твой кошелек кинули биткоин или часть его. Есть другие неэлектронные обменники, где за наличные ты принес, и тебе там... Вообще хорошо. Ну, мы говорим не про крупных инвесторов. Потому что там Абрамович сейчас ходит слухи, что десятки миллионов собирается вкладывать. Он, конечно, уже будет работать через операторов. Да, ну, для него это вот та самая... И, скорее всего, если кого-то попытается... Тысячи или ста долларов, то есть, о которых мы говорим. Ну, мы говорим, что вот каждый... У него своя сумма, не жалко то, что проиграть. Он благотворительностью на эти суммы занимается. Ну, и кроме того, он, наверное, отрежет голову, если кто-то попытается вывести какие-то... В хорошем смысле этого слова, да? Ну, кому? Опять, если ты крупный оператор, если ты тот самый игрок, который принимает решение, что с этим будет, условно говоря, то мы-то сбоку. А надо на него прямой выходить. Частный реестр со своими там тысячами, десятками тысяч. Ребята, когда каждый из вас будет, кто не Абрамович, тот Фридман, это я пойму. Но то-то-го. Да, вот сейчас говорим о том, что при этой системе сколько там мошенников, сколько там хакеров, через поддельные сайты воруются твои бабки, через вирусы воруются биткоины из твоих кошельков, защититься никак. Видно иногда по транзакциям конкретно, куда ушел твой биткоин, сделать ничего не можешь. То есть, юридически никак не защищено, регулирования никакого. Эти риски тоже надо учитывать. Биржи воруют, деньги с бирж, прямо оттуда. Сейчас там начинают делать холодные кошельки, когда там не в интернете это все хранят, а куда-то на жестких дисках и так далее. Про эту тему, мне кажется, все понятно с точки зрения обоснованности котировок. Есть возможность срубить деньги, выиграть. Есть такая же возможность эти деньги потерять. Поэтому вот с учетом этих рисков и с учетом всех других рисков можно принимать решение каждому. майнинг, вкладываться в майнинг. То есть, если что-то делается, то это же сколько-то стоит. Ну, теоретически, горнорудная промышленность майнинг. Два года тому назад дома на компьютере подкупил видеокарты, сидит там, как-то они там в каких-то программах что-то делают и майнят эти биткоины. Сейчас речь идет уже о том, что люди думают о огромных производственных помещениях. Называются фермы. Фермы. Нет, помещение не называются фермы, чтобы разместить вот эти вот объемы этого оборудования, которые необходимы, вот эти мощности, так называемые процессы. Потому что формула усложняется, получение результата вот этого. Ну, игроков все больше и, соответственно, сложнее. То есть там больше мощности надо, время, период генерации биткона и так далее. Сейчас, если себестоимость раньше была там, вот почему она до этого росла? Электроэнергия сколько стоит? Электроэнергия там стоит, охлаждение системы серьезно надо покупать. Я не знаю по зарплатам. Вообще понять, там еще складывается себестоимость тяжело. И поэтому вот некоторые инвесторов это отхуйивают. А тот, кто занимается, неохотно дает. Но по оценкам экспертов, то есть сейчас там это себестоимость разных по-разному. Там есть страна, где она за 25 тысяч долларов зашкаливает. Но в России говорят, что стоит 5 тысяч долларов себестоимость одного биткоина. Электроэнергия пошла уже за последний год. Посчитали вроде, что там порядка 30 терабайт час за последний год истрачено. Это уже больше десятых процента всего электропроизводства в мире. А это вообще денег-то реально стоит? Ну, то есть мы понимаем. То есть огромные источники нужны. То есть энергия и, соответственно, какова будет себестоимость завтра мы не знаем, каков все больше и больше. Каков будет период, то есть какова будет производительность, мы не знаем. Все зависит от мощностей. Значит, вывод простой, как профессионал, себестоимость растет и, значит, рост самого актива связан только с ростом себестоимости и опять того же пиара. Как профессионал говорил. Какая привлекательная вещь. Если актив растет не потому, что растет область его применения и, соответственно, спрос из-за этого, а просто потому, что растет себестоимость, мы понимаем прекрасно, что актив спекулятивен этот рост и вероятность падения очень высока. Я не буду говорить об инструментах вложения в майнинг, потому что уже денег у простого инвестора нет, поэтому есть всякие инструменты, так называемые пулирования, объединения с кем-то для его майнинга. Когда ты с кем-то куда-то пулируешься, вообще не будешь знать, какая реальность себестоимости, соответственно, никогда. Понимаешь? Но я совершенно точно понимаю. Ну, извини, иногда я бизнесом занимаюсь, в детстве там, да. Безусловно, на этом заработают те, кто будут впаривать оборудование для этого майнинга. Вот замечательная тема. Безусловно, на этом заработают все, кто будет вообще вокруг всего этого процесса гулять. Организовывают эти пулы. У нас организовывают торговлю сейчас, бросят все компании наверняка будут делать. Организовывают курсы для продвинутых пользователей и много чего другого. Это я как раз понимаю. Все, кроме инвесторов, как говорится. Вот кроме всех тех, кто будет пытаться на этом заработать деньги, вот все остальные, которые будут им рассказывать, как заработать деньги, они заработают. Это безусловно. Надувая щеки и надувая биткоин, да хоть бы и любую другую валюту, да. Потому что все-таки задача здесь заманить как можно больше лохов. Я не могу подобрать другого слова, потому что кроме организаторов процесса, все остальные, ну извини, все-таки, да. Вот это некоторая группа организаторов процесса. Мы их уважаем, мы не называем их жуликами и аферистами, но это тот самый случай. А дальше надуть щеки и надуть все это. А когда оно грохнется, ну я уже это все видел, без всякого биткоина. Вон Мавроди у нас был, Властелина, Чарабанг. Эфир кончился. Володя, огромное спасибо. С нами был Владимир Долгановский. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»